Всем привет! Незаметно пролетело полгода с момента старта работы над проектом Сюрвариум. Мы усердно трудились и сегодня расскажем вам немного о том, что готовим для вас в игре. Итак, в сегодняшнем дневнике вас ждет рассказ о группировке Бродяги. Мы представим первый игровой уровень Рудня, а также приоткроем занавес над техническими особенностями игры. Если говорить о группировке Бродяги, то можно сказать следующее. Бродяга это первым, с кем становится игрок, попадая в наш мир. У него нет ни дома, но есть простейшее оружие. Он одинок, грязен, живет в развалах, пытается выживать. Шансов на выживание у Бродяги очень мало. И поэтому все Бродяги стекаются в безопасные места, такие как лагерь Бродяг, где они могут приобрести дешевую экипировку, примитивное оружие, могут поменяться едой, водой и, если повезет, выпивкой. Бродяги это первые, кто столкнулись с опасностью нового мира и это отображено в их экипировке. Они ввиду своей рода жизни, рода деятельности не могут производить экипировку сами, поэтому все, что они на себе носят, это либо где-то найденное, либо вымененное, либо может что-то своими руками доработанное, отладанное. В основном экипировка Бродяг направлена на повышение их выживаемости в сложных экологических, аномальных условиях. Они не самые лучшие бойцы и в бою предпочитают более скрытную тактику. Поэтому Бродяги хорошо выполняют роль разведчика, хорошо выполняют роль искателя артефактов, собирателя артефактов, неплохо выполняют роль снайпера. Это отображено в их экипировке, вооружении, а также в их предметах. Вооружение Бродяг представлено в основном трофейными охотничьими оружиями отечественного производства. Вначале Бродяги начинают с ТОЗ-122, это охотничья винтовка на 5 патронов с ручной перезарядкой. Потом они могут также купить ТОЗ-34, это знакомое многим нашим поклонникам по нашим предыдущим играм оружия. Если ТОЗ-122 хорошо показывает себя на средних и дальних дистанциях, то ТОЗ-34 предназначена больше для ближних и средних дистанций. Среди мобильного легкого оружия дополнительного они могут приобрести пистолет ТТ. Также на более высоких уровнях отношения с лагерем Бродяг они могут согласиться продать вам след-пулемет «Витязь». Это тоже отечественная разработка. Первое автоматическое оружие, с которым может достать Бродяга. И также снайперскую винтовку, трофейную «Ремингтон-700». Среди вспомогательных предметов, которые помогут Бродягам выжить, у них присутствует аптечка, антирад, простейшие устройства для поиска артефактов, а также набор инструментов, которыми они могут обезвреживать ловушки и чинить какие-то простейшие устройства. Ну и одним из уникальных предметов, которые могут на себя надеть Бродяги, есть специальный рюкзак, встроенный контейнером для артефактов. Таким образом, Бродяги могут при себе нести больше артефактов, чем представители любой другой группировки. Локация «Рудня» находится в зоне отчуждения, недалеко от Чернобыльской атомной электростанции. С церквушки видно станцию, видно трубу вдалеке. Локацию обнаружили Бродяги, исследуя эту местность. И они с удивлением нашли, что здесь был какой-то экспериментальный полигон. На основе старой заброшенной деревни. Кто-то проводил биологические, медицинские эксперименты. Обнаружили клетки с животными, какие-то странные следы на растениях. «Рудня» — место жестокой конкуренции разных группировок из запасов пенициллина, которые просто жизненно необходимы каждому выжившему в этом мире. Локация «Рудня» рассчитана на режим угры, в котором две команды будут пытаться захватить базу противника. Структурная локация представлена из трех направлений коридоров. Первое направление, самое северное, — это холл, на котором стоит церквушка. Это больше снайперская позиция, с нее удобно атаковать обе базы, а также она контролирует низину, в котором находится болото. Болото — это второе направление. По нему хорошо осуществлять скрытые атаки на базу противника, так как высокие замерзли камыша, ограниченная видимость, плюс туман позволяют достаточно неожиданно пробраться. Плюс в болоте есть одно аномальное место, которое позволяет находить артефакты и получать капкаверенные бонусы. Третье направление для атаки — это деревня. Деревня — это место, где будут себя уютно чувствовать персонажи ближнего боя, потому что большое количество стен, перегородок позволяют сразу выходить в ближнем бою. Это направление для атаки штурмовиков. Но чтобы у штурмовиков не было так вольготно, с обоих сторон на деревне есть удачные позиции для снайпера. Со стороны одной базы — это водонапорная вышка, со стороны другой базы — это пасека на холме. Движок нашей игры — это современный движок, который использует графический интерфейс DirectX 11, многеодерность процессоров. Он рассчитан на видеокарты уровня не ниже GeForce 8800 с 512 мегабайтами видеопамяти, а также требует 2 гигабайта оперативной памяти. Для хорошей игры необходимо будет стабильное сетевое подключение со скоростью входящей 64 кбита и исходящей 32 кбита. При разработке движка мы стремились к тому, чтобы он полностью использовал все вычислительные ресурсы, которые ему доступны на компьютере. Также при разработке рендера мы сделали упор на правильность и динамичность освещения, а также окружение игрока. В игре существует два вида освещения — прямое и непрямое. Прямое освещение у нас представлено полностью динамическим солнцем и локальными источниками света, которые могут и будут отбрасывать тени на все близлежащие объекты. Технология, которую мы используем сейчас, она позволяет нам достаточно правдиво передавать освещение на динамических объектах и персонажах, вне зависимости от их окружения. То есть, если вы подойдете к окну, вы будете светлее. Если вы подойдете в темный угол, вы сойдетесь с окружением. Также в игре у нас используются френелевые отражения для позначения более реалистичных кликов на краях объектов под углами, близкими к 90 градусам. Также мы используем достаточно реалистичную модель BRDF, которая позволяет нам получать хорошие результаты для таких материалов, как металлы. Мы получим на них хорошие, четкие отражения для неметаллов и других материалов. Мы также будем получать отражения, но соответствующие этим материалам. Борьба с нечестными игроками очень важна, так как она может разрушить все представление об игре. Поэтому мы очень серьезно относимся к этой проблеме и подходим к ней следующим образом. Все, что присылает игрок на сервер, это его ввод. Таким образом, все значимые события в игре, они происходят на сервере. Будь то выстрел пули, при этом идет расчет направления, скорости, траектории, типа патрона и так далее. Весь этот выбор происходит на сервере для предотвращения каких-то нечестных нюансов. Таким образом, возможности для читеров сводятся к использованию aimbot, использованию wallhack и компенсации отдачи с помощью макросов для мыши. С такими способами читерства мы собираемся бороться с использованием стороннего программного обеспечения для предотвращения внедрения процесса в адресное пространство процесса игры. Для wallhack мы собираемся использовать более точные методы отсечения невидимой поверхности, таким образом, чтобы игроки, которые действительно не видны, они вообще не рисовались. Также мы собираемся проверять ресурсы игры для того, чтобы нельзя было делать искусственные дырки в стенах и таким образом обманывать движок, чтобы он все-таки рисовал игроков. Идеальным решением было бы, конечно, вообще не присылать информацию о других игроках, которые точно не видны со стороны клиента, но для этого необходимо проводить разнообразные действия на стороне сервера, что существенно увеличивает нагрузку на нем. Сейчас мы не готовы сказать, будет ли такое решение действительно использовано в игре, мы с ним только экспериментируем. Что касается большого пинга, то здесь у нас есть решение как на стороне клиента, так и на стороне сервера. На стороне клиента мы всегда используем тот ввод, который нам пришел последний с сервера. Таким образом, если есть какая-то пауза, то игрок не будет стоять на месте, он будет делать какие-то действия. Если потом произойдет корректировка сервера, то он тоже не будет мгновенно перемещаться или резко менять направление движения. Мы пытаемся анимациями компенсировать вот такого рода лаги. То есть мы можем их немножко ускорить анимацией, чтобы игрок быстрее добрался до своего места, но во всяком случае это не будет просто скольжением по поверхности. На сервере также производится компенсация возможных лагов со стороны клиента, которая выражается в том, что сервер учитывает время, при котором игрок совершает определенные события. К примеру, если игрок с большим пингом присылает информацию о том, что он собирается стрелять в недалеком прошлом, то сервер отматывает позиции других игроков в это самое время в прошлом, и после этого производится выстрел пули. Таким образом, игрок с большим пингом имеет возможность убить игрока с маленьким пингом, даже если этот игрок на своем компьютере уже успел завернуть за около. Команда продолжает трудиться над игрой с каждой неделей, улучшая ее и приближая тот момент, когда первые игроки смогут окунуться в мир Сервариум. Следите за нашими дневниками, и вы всегда будете в курсе самой актуальной информации о проекте. В следующем дневнике мы вам расскажем о группировке Черный рынок, продемонстрируем игровую локацию школы, а также поговорим о других особенностях игры Сервариум.